Меня зовут Надежда. Я проживаю в городе Москва. И я сегодня нахожусь в Горно-Алтайске с группой близких мне людей, единомышленников. И заканчивая ретрит, мне очень хочется сказать такие слова. То, что пришло, мне сразу откликнулось. Вот теплынь-то на дворе, затянулось лето длинно. И смотри-ка, во дворе зацвела в саду калина, и черемуха над ней вдруг сверкнула белизною. Ну, все же поскромней, чем цветет она весною. Ну, а все же в садах бело, будто вдруг вошли мы в сказку. Вот бы мне твое тепло, да еще любовь и ласку. Ведь недаром дважды год и черемуха цветет, и калина зацветает, если им тепла хватает. Я не зря вот это стихотворение прочитала, потому что я, рожденная весной, очень тонко чувствую вот это состояние пробуждения. Так вот, посетив вот этот ретрит впервые в жизни с девочками, Светлана, Галечка, Ирина, низкий им поклон, я ощутила вот это любовь, тепло. И хочу сказать, что так здорово мое рождение произошло, вот это второе за год, потому что я именно здесь поняла, как относиться к себе. И последовательно, как любить себя и как любить ближнего. Мне стало понятно выражение, есть только миг между прошлым и будущим. То есть не тащить прошлое за собой, а будущего нет, есть только миг. А вот этот миг, как раз он очень важный, потому что отношение к жизни, к себе, к ближнему формируется здесь и сейчас. И качества человеческие для меня очень важны, но прежде всего свои. Отношение к людям, я здесь именно поменяла его. Ну вот такое ощущение, что надо начинать с себя. Искать в себе и причину, и радости, и неудач. Искать в себе возможности изменить свою жизнь. В красоту, в природу. Все мы взаимосвязаны. Поэтому я сегодня здесь и увожу вот большую кладезь, большой сундук полезностей, которые прозвучали здесь. И я еще буду долго переваривать все это. Мне все понравилось. За Светланой я наблюдала в течение года. И я не знаю, что будет со мной дальше, но я сказала, я хочу расширять границы с этим человеком, проживая хоть маленькую часть моей жизни. Два-три дня, мне не важно. Я хочу напитаться ее опытом. Опыт, во-первых, самодисциплины, потому что я люблю последовательность, понимание, зачем я здесь, почему я здесь. И я люблю результат. А у Светланы мощный результат. Я ехала сюда, но, во-первых, у меня на лбу всегда бегущая строка была. Я такая торопыга, быстро реагирую на все, эмоциональная слишком. Мне это мешало, честно говоря. И сейчас у меня на лбу бежит бегущая строка «Не торопись реагировать». Да, я думаю, что вот эти все помехи уйдут. И я получу именно то состояние, которое увидела у Светланы. Светлана очень тихо, вдумчиво, небыстро реагирует, говорит вот то, что мне всегда не хватало. Я сразу вот все из меня течет. Иногда потом начинала жалеть. А Светлана, она сначала тихонечко подумает, глазки свои красивые раскроет. И из них вот эта глубина идет и доверие. Я не иду к людям, которым не доверяю. Вообще, честно говоря, я ехала, наверное, пусть не обижается Светлана, больше из любопытства на нее, как посмотреть, как на какое-то уникальное, живое, ходячее, красивое существо, которое вот так могло справиться со множеством задач, поставленных жизнью перед ней. И, конечно, когда я поняла, что я сижу с уникальным человеком, от которого я могу получить очень много полезностей, которые мне пригодятся вот в этом теле, в этой жизни, вся поездка оправдала мои ожидания, даже сверх того. Во-первых, и везде, куда нас возили, мне нравятся эти места. Я понимаю, что ничего красивее я не видела. Вот. Ну и я буду все, что... И, во-первых, я переварю все, если честно говоря. Для этого мне нужно успокоиться, побыть в своем мирочке. И потом, конечно, возвращаясь к тому, что говорила Светлана, мне очень нравилось, как она говорила. Даже не столько, может, в нежной форме, а даже иногда рисковато. Это настолько перекликалось с моим состоянием. Не буду говорить. Светлана знает, что она умеет так рубануть. Но оно так это... И вылетает все ненужное. А нужное остается. Это можно не спрашивать. Потому что я человек природы. Я со школьных лет в походах, во всяких вот таких экстремальных ситуациях. Спали на снегу в палатках, пили кипяток. Мне здесь все нравится. Я женщина, которая могу как цивилизации хорошо приспособиться, так и жить вот в такой дикости. Поэтому мне здесь очень все нравится. Это все мое. Я вообще человек природы. Я это поняла. А как тебе энергия этих мест? Вау! Как тебе отвлекают? Как барабанные палочки. То по голове, то в другом месте вообще. Но и есть состояние успокоения. Дали возможность посидеть, посмотреть, послушать и побыть именно сама с собой. Но у нас еще будет три дня, которые мы будем проживать, скорее всего, в уединении, в молчании. Нужно все это переусловить информации очень много от всех девочек, организаторов. Я слышала какое-то выражение, сейчас попробую его вспомнить. «Сделай, сделай лучше потом пожалеешь, чем пожалеешь, не сделав». Да, я его правильно сказала. Так вот, посмотрите на человека, который говорил, да не может быть, да все это какая-то галиматья, это все муть. Ну, даже просто приедьте из любопытства, вот точно, вот что-то сдвинется в вашей жизни в лучшую сторону. Я, поскольку у меня большой опыт проведения разных торжеств, и когда я призывала всех девчонок, я говорю, давайте что-нибудь придумаем в Светлане. Ну, как-то так вот, вот просто растворилось мое желание. И я поняла всю занятость вообще всеми процессами девчонок, поэтому никаких претензий. И вдруг здесь, в каком-то моменте опять же, девочки купаются в озере, и Светлана выходит из воды, распрекрасная такая вся, и начинает петь, как прекрасен этот мир. Один раз, второй раз опять она эту фразу произносит. И я думаю, вот оно, вот оно, то, что должно быть стать подарком для этой прекрасной нашей Светланы. И все, и коллектив тут же подхватил. Я безмерно благодарна всем и каждому, потому что репетировали, потому что запомнили слова, потому что пели очень эмоционально. Ну вот, и получилось. Вот самое-то главное, что все проявили инициативу. Букетики в виде тортика, свечечки, открыточки, тут же все подарки. Нет, это я без людей – ничто. Мы все в одном океане, и каждая капелька в океане. А мы – океан. Поэтому должны быть вот в колыхании вместе. Обнимаю всех.